Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Пыречкина. Сегодня в выпуске. Угроза сверху. В Чебоксарах коммунальные службы ведут борьбу с сосульками, чтобы дети были счастливыми. В Чебоксарах обсуждают профилактику социального сиротства. Взрослые игры по детским правилам. Состоялся первый товарищеский хоккейный матч между первоклассниками и дошколятами. Михаил Игнатьев встретился с Владимиром Путиным на встрече. Глава региона рассказал президенту России о социально-экономическом развитии республики и выполнении майских указов. Михаил Игнатьев подчеркнул, что в Чувашии наблюдается положительная демографическая динамика за последние два с половиной года. Построили 100 фельдшерско-акушерских пунктов и в ближайшие три года будут построены еще 50. Поинтересовался Владимир Путин состоянием дел в экономике республики. У вас обрабатывающие производства принесли наибольший вклад в структуру регионального продукта. За счет каких предприятий? Сегодня наши организации, которые, их 27, они объединились в электротехнический кластер для ломбирования интересов. Как раз здесь по теме импортозамещения есть успехи. Они конкурируют сегодня с мировыми компаниями АББ, Алстер, Шнайдер Электрик. Первые шаги хорошие. Динамика даже в 2015 году у них положительная. Есть рост. Презентация Чуваши в общественной палате страны заслужила самых высоких оценок. Это отмечают члены общественной организации. Накануне в Москве представили достижения республики и рассказали о ее потенциале. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. В коридорах общественной палаты такое увидишь редко. Живая музыка, задорные танцы и песни, чувашскую культуру здесь презентовали. Во всей красе. Гости в буквальном смысле слова смогли увидеть республику как на ладони. На этой карте оживали достопримечательности районов. Проект «Время отдыхать Чуваши» заслужил самых высоких оценок. Творческие связи с Чуваши, с Чебоксарами у нас сложились очень прочные. Мы были неоднократно, наши коллективы, танцевальные коллективы побывали в вашей столице. И впечатление самое необыкновенное, потому что это такой заряд бодрости, это такая атмосфера общения, доброты. На этой выставке гостям показали, и каких достижений удалось добиться Чуваши за последние годы, чем славится республика и куда стремиться. Мы гордимся, что из 200 лучших школ России, 12 – это школа Чувашской республики. Сегодня мы говорим о том, что около 80 человек перешли в столетний рубеж. Спортивные успехи республики членам общественной палаты презентовал известный легкоатлет Юрий Барзаковский. Олимпийский чемпион не раз тренировался в Чуваши перед своими стартами. Выезжая из Чуваши, едя на какой-то официальный старт, я всегда возвращался с какой-нибудь медалью. И это было уже как традиция из года в год. Мой сын, старший сын, он тренируется, сейчас занимается легкоатлетикой. И каждый год он ездит в Росинку отдыхать и тренироваться там. На выставке достижений презентовали перспективные проекты в области сельского хозяйства. Президент Союза птицеводов страны Владимир Фессинин отмечает, что в агропромышленном комплексе республики произошли позитивные перемены. В животноводстве России в целом и в республике Чувашия интенсивно, динамично развивается птицеводство. И, конечно, селекционное предприятие «Вурнариц», которое занимается интереснейшей селекцией гусей, в частности, линдовской породы, она сегодня занимает самый большой удельный вес в Российской Федерации. Презентации регионов в общественной палате страны устраивают второй год подряд, но еще никогда экономический потенциал субъекта не представлял его руководитель. Каждый регион России уникален. В Чувашии динамично развивающийся и в то же время самобытный регион по Волжье, где из поколения поколения передаются и бережно сохраняются история, язык, традиции, культурные наследия наших предков. Глава Чувашии отметил, что особую ставку власти республики сейчас делают на развитие интеллектуального потенциала и инноваций. В регионе налажен эффективный гражданский контроль. Я всегда считал и считаю, эффективный гражданский контроль над деятельностью власти консолидирует общество, способствует укреплению социального партнерства. Общественные палаты в регионах начнут формировать по-новому. Это приписывает недавно внесенный в Госдуму законопроект. В документе прописано, сколько членов должно быть в палате, кто и как их будет избирать. Под контролем, хотя мы юридических механизмов этого контроля не имеем, но тем не менее общественный контроль за общественной палатой Российской Федерации и с помощью гражданских активистов в регионах, я думаю, что мы будем формировать более открытые и эффективные общественные палаты в регионах. Это должны быть те люди, которые сегодня добровольно решают проблемы улучшения качества жизни населения. Этот закон позволит сегодня работать в палате автономно в какой-то степени, потому что одна из проблем, которая касалась финансирования части вопросов, связанных с обеспечением деятельности палаты, он сегодня тоже включен в закон. Для общественной палаты республики этот год тоже символичен. Члены региональной организации готовятся отметить пятилетний юбилей. Михаил Агнатьев пригласил участников презентации посетить Чувашию, чтобы оценить лично, как развивается регион. Добро пожаловать в Чувашию. Низкий вам поклон. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Из Москвы. Как продвигается реализация совместного проекта Чувашии Китая, обсуждал председатель Кабинета министров республики Иван Моторин на встрече с делегацией провинции Сычуани из Поднебесной. В Чувашии запланированы два инвестиционных проекта с Китаем. Совместное предприятие по производству химической продукции и агропарк Чувашия-Сычуань. Обе стороны на встрече выразили заинтересованность в реализации этих проектов. Нас очень интересует, когда этот проект будет осуществлять. Любой сельскохозяйственный проект невозможен без земли. Мы должны определиться по объему земельных ресурсов, которые необходимы для реализации этого проекта. И данную информацию мы ждем в первую очередь от китайской стороны. Премьер-министр подчеркнул, что в республике сформирован перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены для реализации проекта. Китайские партнеры должны предоставить правительству Чувашии подробную информацию о том, какой вид сельхозпроизводства будет вестись на наших землях и какие технологии будут использоваться в агропарке. Гости из Поднебесной также рассказали о новых проектах и сотрудничестве в культурной и образовательной сферах. Внимание! Сезон сосулек объявляется открытым. В нескольких регионах страны уже есть пострадавшие. Смотря и в каком состоянии крыши Чебоксар, отправилась наша съемочная группа. Обещанный оттепель еще не наступил, а чебоксарские крыши уже в сосульках. Технологии, которые препятствуют образованию наледи, стоят дорого и применяются в городе пока редко. Так что коммунальные службы действуют по старинке. Затем, чтобы на крыше не было сосулек, должны следить управляющие компании. Они работают с подрядчиками, нанимают альпинистов и автовышки. В январе месяце скопилось много снега на крышах и сосулек. Большая масса. В связи с этим мы уже вторую неделю занимаемся скидыванием снега. Сосолик. Основная масса у нас по центру. Все дома, крыши стропильные. Если с вашей крыши свисают глыбы льда, а альпинистов на крыше не видно, обратиться можно в вашу управляющую компанию. Если та не отреагирует, в городскую диспетчерскую службу по телефону 074. Однако на все городские крыши сразу коммунальщиков, конечно, не хватит. Специалисты настоятельно просят горожан не игнорировать предупредительные надписи на стенах и сигнальные ленты. Не лениться обходить горожные участки. Впрочем, на некоторых городских улицах решили не рассчитывать на сознательность пешеходов. Так, на Богдана-Хмельницкого тротуар на зиму просто перенесли подальше от крыши. Для этого расчислили проход там, где летом газон. Как говорят, на войне с сосульками любые средства хороши. Прокуратура Чуваши проводит комплексную проверку безопасности лифтов. В ней также принимают участие представители госжилы инспекции управления Ростехнадзора. Как правило, лифты расположены в многоквартирных домах, и ответственность за их состояние несут управляющие компании. Именно они должны следить за состоянием кабин и механизмов. Всего в Чебоксарах работают более 3000 лифтов. Из них 247 работают уже более 30 лет. Хотя в среднем срок эксплуатации подъемного устройства четверть века. Лифты должны ежегодно проходить техобслуживание. Смотрится на безопасность эксплуатации машинного отделения лифта. В обязательном порядке смотрится обеспеченная защита движущихся элементов, движущихся механизмов лифта. То есть здесь должен быть установлен, как правило, кожух. Как правило, это предусматривается паспортами лифтов и так далее. Но здесь мы его не видим. Одно из мест проверки – лифты многоквартирного дома по проспекту трактора строителей 66. Дома относительно новые, поэтому у лифтов не истек срок эксплуатации. Но если вспоминать трагический случай в Москве, неисправным может быть и новый механизм. За прошлый год работали нормально. Обслуживают специализированные организации «Городской лифт». Таких больших нареканий работы «Городского лифта» у нас нет. Работаем. Администрация города составляет перечень домов, в которых лифты должны пройти капитальный ремонт. Образовалась экономия в счет проведения капитального ремонта по программе 2014-2015 года. По региональным операторам фонда капитального ремонта будет отремонтировано уже в этом году 23 лифта в четырех многоквартирных домах. Проверки пока не завершены. О результатах говорить преждевременно. Но комиссия уже может делать предварительные выводы. Единственное, что могу сообщить, что действительно нарушения имеются. Они повсеместные. Не хотел бы говорить о том, что они грубые, но мелкие они есть везде. Везде есть недоработки. По результатам проверки обязательно будут приняты меры реагирования с той целью, чтобы управляющие компании устранили нарушения в ближайшее время. И их деятельность полностью отвечала требованиям законодательства. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика. Дети должны воспитываться в любящей семье. Из-за семейного неблагополучия ребенок может стать сиротой. Помочь родителям и детям оставаться вместе может социальная и психологическая поддержка. Профилактику социального сиротства обсуждали сегодня за круглым столом. Каким образом могут сотрудничать органы власти, представители бизнес-сообщества и общественной организации в профилактике социального сиротства? Без такого взаимодействия довольно сложно и даже практически невозможно решать сложнейшие социальные проблемы. Семье нужна помощь. Здесь и сейчас. Читать лекцию, нотацию семье бесполезно. Дети – это продукт неблагополучия семьи. То есть не насмотреть то, что творится семьей, а предотвращать неблагополучие в семье. Это очень сложная, серьезная работа. В эту работу, прежде всего, должны включиться, конечно, так называемые участковые социальные работники. В Чувашии свою программу помощи детям-сиротам реализует и благотворительный фонд «Тарифметика добра». Подготовка к сдаче итоговой аттестации учеников 8-11 классов и поступлению в среднеспециальные высшие учебные заведения – вот основная цель проекта. Кстати, занятия проходят по индивидуальной программе, проводят его высококвалифицированные преподаватели в режиме онлайн. Мы реализуем в Чувашии программу «Шанс». Для себя мы видим, здесь все равно сложная категория, работать с ними год-два – это очень мало, поэтому мы хотим работать с ними 4-5 лет. Мы сейчас делаем обучение, мы делаем сердечный тренинг. Нам бы хотелось, например, у Чувашии продолжить эту программу до… Ну вот, как говорят эксперты, это было бы хорошо продолжить, пока ребенок не заведет семью, потому что станет над гимнами, хотя бы не начнет работать. Огромное количество реальных и дельных предложений было высказано на встрече. Одно из них – изменение Семейного кодекса в России. Планируется создать специальную рабочую группу для подготовки предложений в Госдуму. Участники круглого стола говорили и о развитии социального волонтерства. По итогам встречи стало ясно – власть, общественные организации и бизнес-сообщества говорят на одном языке. Теперь это сотрудничество нужно направить в практическое русло. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. В Национальной библиотеке сегодня собрались представители Союза профессиональных писателей. Главный вопрос – повестки дня съезда – выбора председателя на ближайшие пять лет. На пост председателя претендовали трое. Это нынешний председатель Сергей Павлов, Валерий Тургай и Геннадий Максимов. Победители определяли тайным голосованием, им стал Геннадий Максимов. Также на съезде обсудили итоги прошедшего года литературы и планы на будущее. Во славу земли русской концерт. Таким названием прошел накануне в Чувашской государственной филармонии. Он посвящен 125-летию великого композитора, пианиста и дирижера Сергея Прокофьева. Он автор известных опер, балетов и концертов. Сочинял народные артисты музыку для кинофильма. В программу открыл концерт для фортепиано с оркестром номер один «Реби моль мажор». Сергей Прокофьев сочинил его в 1912 году. Завершила программу кантата «Александр Невский». В этом произведении, отмечают музыковеды, воплотились лучшие черты творчества Сергея Прокофьева. Мы иногда увлекаемся легкой музыкой. Музыка Прокофьева требует определенной подготовки. Она сложна, многогранна. Но суть остается судью, что он говорит, убеждает всех, заявляет о том, что мы должны всегда помнить о своей родине и вставать на защиту своего отечества. К большому спорту необходимо готовиться с малых лет. Так, воспитатели одного из детских садов организовали хоккейную команду из воспитанников старших групп. Наша съемочная группа побывала на первом товарищеском матче между дошколятами и первоклашками столичной школы. И выяснили, умело ли владеют ребята клюшкой и шайбой. Здесь все по-взрослому спортивная форма, строгий судья и команды болельщиков. Даже комментатор есть, а играют хоккеисты на поле с гордым названием «Колосок арена». Правда, вместо композитных клюшек пластиковая, резиновые шайбы, большая, мягкая, а коньки и вовсе заменили зимние ботинки. Взрослый хоккей мы, конечно, не проводим, потому что правила очень тяжелые. Уменьшили даже время тайма, потому что время тайма 20 минут – это слишком много. Мы сегодня по 5 минут его проводили. И правил таких пока мы, в принципе, не придерживаемся. Просто играем. Основное правило для мальчишек – забить гол ворота соперника. И борьба за звание победителей была нешуточной. В первом тайме команде школьников «Авроре» удалось забить гол. Но после пропущенной шайбы вратарь команды детсадовцев «Колоска» буквально собой заслонил ворота. В конечном счете вперед вырвалась команда первоклашек, но победу было решено разделить. Детском хоккее, в отличие от взрослого, количество забитых голов не имеет значения. Главное – весело и активно провести время. Новых команд и игроков в республике будет становиться еще больше. Детскому хоккей в Чуваши уделяют большое внимание. У нас стартовали матчи школьной лиги. Непрофессиональные спортсмены играют в хоккей. Эту инициативу отметила глава Чуваши в послании к Государственному совету. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. Это все новости выпуска. Сразу после информации о погоде смотрите программу «По существу». Речь пойдет о продвижении туристических брендов регионов и развитии туризма в Чувашии. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова